Привет друзья, ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео, поехали! Сколько раз мы жаловались, что письмо или посылка идут к нам слишком долго? А сколько недовольства может вызвать у современного человека заявление, что товар будет доставлен только через месяц? Но попробуйте только представить, что одно из самых важных писем в своей жизни вы получите только спустя 40 лет. Думаете, такое просто невозможно? К счастью или к сожалению, это реальный случай, который произошел с американкой из штата Техас. Женщина по имени Дженнис Таккер получила письмо от своего брата Уильяма Лоуна почти спустя полвека после того, как он написал его и запечатал в конверт. В то время мужчина воевал во Вьетнаме, и каждое его послание дома ждали как главное чудо в жизни. Уильям Лоун написал письмо еще в 1968 году. Но конверт, в котором послание пришло к его сестре, был новым. Значит, кто-то вскрыл письмо, прочитал его, решил заново упаковать и отправить женщине. Пикантности добавляло и то, что за эти годы Дженнис много раз переезжала. Она терпеть не могла сидеть на месте, поэтому адреса меняла с такой же регулярностью, как некоторые меняют разве что любимое кафе. Значит, кому-то пришлось выслеживать Дженнис. Это и немного пугало женщину и пробуждало в ней интерес. Она сразу же решила позвонить своему брату, тому самому Уильям Лоуну. Мужчина давно и прочно обосновался на юге страны и навещал сестру несколько раз в год. Несмотря на то, что с 16 лет они не жили в одном доме, Дженнис и Уильям сохранили между собой очень теплые отношения. И Дженнис бережно хранила все письма, которые Уильям писал ей, находясь в разных точках земного шара. И брат и сестра очень любили путешествовать. Поэтому откуда только не слали друг другу список новостей и слова любви. Мужчина был тоже очень сильно удивлен, что его письмо наконец-то дошло до адресата спустя столько лет. Как ни странно, он прекрасно помнил тот день. Это было утро выходного. Он отправился в город, чтобы написать письмо домой. В последнее время корреспонденции свободного мира к солдатам доходило с большим трудом. Уильям даже не был уверен, что Дженнис получит это письмо. Но попытаться-то стоило. В местной чайной Уильям купил две марки и наклеил их на самодельный конверт. «Это же надо, чтобы письмо прожило столько лет, прежде чем попасть к тебе», – улыбнулся Уильям, когда Дженнис рассказала ему о необычной находке из своего почтового ящика. «Конечно же, и брату, и сестре было очень интересно пообщаться с человеком, который вернул им письмо. Даже трудно представить, чтобы какой-то незнакомый джентльмен или леди решили вдруг провести столь масштабную операцию с поисков и передать послание Дженнис. Мы, без сомнения, очень благодарны этому человеку. Это письмо уже гораздо больше, чем просто сообщение с новостями. Оно история нашей семьи. Реликвия, которую мы будем хранить и передавать новым поколениям». К слову, Дженнис уже начала работать над книгой. Ей очень захотелось, чтобы эта история обрела вторую жизнь. По сюжету романа женщина получает письмо, отправленное 43 года назад. И в тот же день в ее жизни начинается цепочка загадочных происшествий, которые круто меняют жизнь главных героев. Уильям поддерживает сестру и говорит, «Это просто удивительно, что такие истории в жизни случаются. Если бы мне кто-то рассказал об этом, я бы ни за что не поверил. Но ведь иногда жизнь бывает круче всяких сюжетов из фильмов и книг. Я очень горжусь тем, что моя сестра решила дать этой истории вторую жизнь». Конечно, Дженнис написала на своей страничке в соцсетях эту историю и попросила, если кто-то что-то знает о человеке, который отправил письмо, сообщить ей. Но пока ответа она не получила. Скорее всего, загадочный почтальон так и останется инкогнито. Но кем бы он ни был, этот человек – настоящий герой. И семья Уильяма ему очень благодарна. Конечно, как же интересно узнать, какой путь проделала письмо, прежде чем попасть к Дженнис. Но пусть незнакомцы хранят свои тайны. А с вами случались подобные истории? Расскажите нам в комментариях.